Хорошие новости! Это ITIL P55. Вы помните времена, когда бюджетные смартфоны ассоциировались с чем-то ужасным? Бюджетная камера, низкая производительность, пластиковый вонючий корпус. И это всё было когда-то давно. Вы удивитесь, что теперь, в 2024 году, можно получить за 10 тысяч рублей. Слили дизайн iPhone 16 Pro, и вот он прямо перед вами. Ну, посмотрите, классно ведь, да? Вот согласитесь, что это выглядит классно. Но камера-то одна по факту. Вот эта вспышка, вот этот датчик глубины, который не работает как камера. И вот, собственно, сама камера. Хотя эффект производит моё почтение. Выглядит дорогая. Спинка, конечно, из пластика. Похожа на шлифованный алюминий, но стильно. На солнце играет классно. Не заляпывается. В руке вообще не скользит. Он такой более матовый. Боковины при этом прямые. Абсолютно, правда, нет, не прямые. Здесь есть такие небольшие скругления, чтобы он не сильно таки упирался в ладони. Корпус тонкий, 8,5 мм. И при этом здесь батарею уместили на 5000 мАч. В тесте PCMark получаем 16 часов и 9 минут, что очень хорошо. А вот зарядка в комплекте всего на 18 Вт. И она впихнёт 100% заряда в этот телефон за 2,5 часа. Простой чехол, конечно же, есть в комплекте, если вы боитесь его разбить. Поэтому с Алиэкспрессов заказывать ничего будет не нужно. И это я всё ещё рассказываю про телефон за десяточку. Сканер отпечатка пальца. На правой грани прямо в кнопке. Срабатывает моментально. С ним вообще никаких проблем. И вы вспомните, как это было раньше. Вот он, типичный бюджетник. Нужно тянуться, чтобы его там разблокировать. Вот в это всё это выглядит ещё и к тому же ужасно. Кнопка в кнопке. Это дорого. Сканер в кнопке. Ну и 3,5 мм разъём. За это отдельная благодарочка. Динамик, правда, один. USB-C. И слот для двух сим-карт. И флешки. Он не комбинированный. Он полноценный. Мягко говоря, неплохой набор для такой цены. Но процессор здесь Unisoc Tiger T606. 12 нанометров, 8 ядер и 8 гигабайт оперативной памяти. В Antutu 10 такой набор выдаёт 265 тысяч баллов. Удивительно, но ещё круче, что за тест было потрачено 2% заряда и нагрев до 30 градусов. Собственно, лучшие предположения подтверждает и троттлинг-тест. Это лучший график, что я когда-либо видел. Решив, что троттли тут и нечему, я отправился покорять виртуальные поля сражений в Stand-Off 2. Установлены максимальные настройки графики и повышенный FPS. И что вы видите? 90 FPS. 90 FPS на максимальных настройках. Не полностью удовлетворившись таким результатом запустил War Thunder. Тут играть с графикой бессмысленно, только минимальные. Да и FPS выше 30 всё равно не поднимался, как бы я ни старался, как бы не очищал ОЗУ. Всё-таки все эти приложения по очистке и ускорениям системы не работают. И напоследок, любопытство ради, вошёл Farlight 84. Кто ещё не пробовал, настоятельно рекомендую. Про PUBG забудете вообще навсегда. По игре шок на минималках. 90 кадров, то есть вполне можно ставить на средние и играть в 60 FPS. Графика не супер, но стабильно и побеждать можно. Доказал это лично. Нагрев при этом совсем лёгкий. А теперь пора поближе взглянуть на дисплей. 6,6 дюйма, IPS, у него отличные углы обзора. Искажения, конечно же, бывают. Ну, точнее, видите, он так приглушается, но при этом вполне себе нормально. На камеру эффекты похуже, в жизни гораздо лучше. Разрешение HD+, и вот это самое важное. Видите, все эти игры, им не нужно сильно загружать этот телефон, потому что разрешение небольшое. Значит, и процессор будет со всем этим справляться, что, в принципе, и было доказано. Поэтому, да, если сравнивать, конечно же, в лоб с телефоном с Full HD, то картинка у ITAL менее чёткая. Но это всё равно положительно сказывается на производительности, а это в этом ценовом сегменте самое важное. А главное, тут 90 Гц. Я не понимаю, почему он такой дешёвый. Хотя, вот рамки, как и положено бюджетнику. Нижняя вообще как второй подбородок. Зато селфи-камера, она в такой точечке. То есть, не капля, как у старых добрых бюджетников за 10 тысяч рублей, а полноценно, как у флагманов даже. И смотрите внимательно. Он сейчас не работает, не активировал его, потому что зарядка 100%. Но здесь есть индикатор уведомлений. И эта штука работает при зарядке. И, собственно, когда вам приходят уведомления. Я так скучал по этой классной штуке. С беспроводными модулями тут тоже всё отлично. Естественно, есть все бенды. 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0. Что, кстати, не самый топ, конечно, но вполне себе сойдёт. И здесь даже NFC есть. И связь он ловит отлично. И вот теперь вот эти вот дырочки, которые не дают покоя ни мальчикам, ни девочкам. И всё, что я могу сказать, это не iPhone. Камера одна, 50 мегапикселей, но она охренительная. За 10 тысяч рублей телефон не должен так фоткать. Если не приближать, то выглядят фотографии сочные. Ярко, хороший динамический диапазон и правильный баланс белого. Я бы не поверил сам, если бы мне сказали, что так умеет снимать телефон за 10 тысяч рублей. Поэтому я сложил все фоточки в одну папочку и ссылочку на оригиналы закрепил в описании. Поэтому, если кто-то мне не верит, то, милости прошу, скачивайте, смотрите, разглядывайте все пиксели сами. Ночью, конечно, детализация заметно падает, но всё равно неплохо. Сложнейшие кадры я изгалялся, как мог, чтобы сделать плохое фото. Чтобы вы не писали, продался, но не получилось. Фотки отличные. А вот видео пишет средненькое. 1080p, 30 кадров, тряска, цвета приглушённые. За фото 5, за видео даже двойку, наверное, стыдно поставить. Селфи-модуль на 8 мегапикселей. И вот он нормальный, больше сказать про него нечего. Хотя даже размытие фона есть. Тест записи видео, а заодно и звука. ITIL P55. Очень рады, что можно полностью отключить все улучшалки. И моя небольшая щетина не будет при этом смазываться. Ну, вот так, конечно же, стабилизации не особо хватает. А по звуку солнышко светит, птички поют. Вороны сильно каркают. Но в целом особо ветра, машин, ничего такого нет. Поэтому запись должна быть нормальная. Но посмотрим, как она будет на самом деле. В целом, картинка выглядит неплохо, но стабилизации не хватает. Медведь. По мелочи можно изгаляться и рассказывать еще много всего. Но зачем, если характеристики вы можете почитать по ссылке в описании, просто в магазине. И там же будет самая низкая цена на этот телефон. Ну и само собой, подпишитесь на мою группу в Telegram Gadget Sale. Публикую в ней товары по самым низким ценам в интернете. И только от проверенных продавцов. Никакого хлама, только лучшие и самые полезные гаджеты. Подписывайся и экономь по максимуму. И у меня в голове не укладывается цена Idle P55. Вот лежит, как по мне, лучший смартфон в этом классе. Точнее, он был им. И в нем все ужасно, кроме производительности. Здесь стоит Helio G95. С той же производительностью, как у этого телефона на Tiger. И при этом здесь все остальное тоже хорошо. Здесь не только производительность, но и все остальное. Все, что должно быть хорошего в телефоне, здесь есть. А здесь за 10 тысяч рублей, хорошо вообще все. Только видео он пишет, прям совсем не очень. В остальном отличный телефон. Я очень удивлен тому, что такое вообще возможно. Плюс ко всему, это 10 тысяч на старте. Телефон новый. Дальше будет еще дешевле, скорее всего. В общем, как по мне, телефончик топовый. И не забывай ставить комменты, писать лайки. И до встречи в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok